Всем привет! С вами Шима, рада видеть вас на своем канале и сейчас сниму, покажу вещи, которые малышке были самые удобные, то есть одежда для малыша от 0 до 6 месяцев. Буду говорить это на опыте двойного материнства для сына и для дочки на лето и на зиму. Покажу то, что считаю необходимым и то, без чего можно обойтись. Я сейчас постирала все вещи, сложила в пакет для charity, поэтому оно не глаженное, потому что все равно там это все в магазине благотворительном буду перебирать. Начну с самого необходимого, без чего, я считаю, вообще никак обойтись нельзя. Это боди и слипы. Бодики это такие костюмчики без ножек, которые застегиваются сверх подгузника. Их часто, если холодно, можно одевать под слипик или другую одежду, либо одевать, если жарко, просто сами по себе. Какими они бывают? Они бывают без рукавчика совсем, то есть таким с плечиками, но без рукавчика, с рукавчиком коротким, совсем без плечиков, то есть вот на тонких лямочках, отличный вариант для жары, и с длинным рукавом на прохладную погоду. Если мы берем боди с длинным рукавом, это предполагает то, что сверху мы ничего одевать не будем. Для новорожденного ребенка я бы советовала покупать вот с таким подворотом, то есть это царапка, которая в самом бодике. Для чего это надо? Для того, чтобы, во-первых, ребенок не царапал, но мои дети себя, слава богу, не царапали ни один, ни второй. Но это нам пригодилось. Например, я хочу одеть сверху какой-то легкий комбинезон летний. То есть я одеваю вот этот бодик, снизу ритузики, тоже с ножками, либо без ножек, но с носочками. И подворачиваю вот эту штучку, чтобы ручки у ребенка не мерзли. И плюс ко всему так удобнее одевать. То есть мы ручку вот так просовываем, и снизу вот этот длинный рукав не уходит внутрь рукава комбинезона. Потом, если что, можно открыть. Ну, в общем, это удобно, а стоят они одинаково, поэтому почему бы не взять. И у многих детки себя царапают, поэтому тоже как мера предосторожности. Особенно первые недельки, когда еще страшно, особенно новым родителям, новоиспеченным родителям стричь ногти, то вот это помогает. Если выбирать, какой из этих бодиков брать, я бы советовала вот этот самый оптимальный. То есть длинный рукав и без рукава это разные погодные условия. Поэтому таких я парочку бы советовала взять, но больше нет необходимости, особенно на самый маленький возраст. На постарше уже да. Вот этот и вот этот на один температурный режим. Но без рукава удобнее ребенку. Почему? Потому что вот здесь, смотрите, вот эта вся толщина, она вот так будет под мышку ребенку уходить. А у них и так там много складочек. И сверху еще будет вот такой слип. Если одеваться, то это еще дополнительная складка. То есть это менее удобно. Тепла вот этот кусок не прибавит. Ну, если вам нравится визуально, в принципе разницы такой вот прям разницы. Разницы нет. Но если вы думаете те или те, я бы советовала без рукавов. Вот это, это уже как сам по себе костюмчик отдельный. То есть он одевается, когда очень жарко. То есть сверх него мы ничего не одеваем. Вот это оно как и верхнее, так же как нижнее белье ребенку используется. Вы можете обратить внимание, что абсолютно все мои боди без кнопок. Это удобно и мне, и ребенку, и всем членам моей семьи. Для нас всех, а главное для моих детей, намного удобнее без кнопочек здесь. Потому что это очень долго застегивать вот эту линию. Тут я одеваю просто через голову за секунду. Вот я вот так раскрываю. Тем более, вы видите, у них у всех вот здесь широкий вот такой ворот. За секунду с рождения эти бодики одеваются. И ребенка не надо крутить, вертеть. Ему не надо 2 часа ждать, пока вот это все мама застегнет. И главное, когда он лежит на животе, ему эти пуговицы не мешают. Потому что сверху у нас еще вот эти пуговицы идут. Зачем это надо? Когда вот здесь абсолютно свободный животик, на котором можно лежать. Поэтому попробуйте, как удобнее будет вам. Мало ли, может быть, вам будет удобнее, конечно, застегнуть 50 пуговиц вместо вот этих. Хотя вот эти в любом случае вам придется на бодике застегивать. То есть они не исчезнут от наличия вот этих пуговиц. В общем, пробуйте. Ничего страшного в одевании через голову малышу. Нет. Просто надо попробовать. И для малыша, для моих двоих точно, гораздо удобнее. И для моих племянников, кстати, двух. У меня сестра то же самое говорит. Гораздо удобнее одевать через голову за секунду, чем вы его трясете и вот это вот все застегиваете. А тем более, если после вот этого надо еще одеть вот это. Переходим к теме необходимого самого, пожалуй, из всего перечисленного. Это слипы. Почему это необходимее, чем это? Потому что на жару можно оставить ребенка в подгузнике. А вот если холодно, его во что-то надо одевать. Какие слипы я советую приобретать? У меня есть фаворит, который показал себя очень хорошо. Вы можете видеть, что слип в идеальном состоянии. Ни одной катушки. Абсолютно идеальная раскраска, которая не выцвела. Как будто абсолютно новый после стирки. Его носили три месяца. Это Next. Смотрите, как аккуратно тут все подшито. Во-первых, красивый дизайн, необычный. Это коллекция для девочек. Я не очень люблю такой ярко-розовый. Там розовое, конечно, встречается. Но мне нравятся вот такие вот маленькие деталечки. Уже показывают, что это для девочки. И контрастные рисунки. Но рисунок – это дело вкуса. Какие практические тут соображения? Во-первых, в хорошем состоянии остается. Во-вторых, надо смотреть, чтобы были опять-таки вот эти царапки. Особенно для новорожденного ребенка. То же самое, что и здесь. Ночью, если прохладно, например, ребеночку завернули. И вы не боитесь, что он там замерзнет. У Next-овских комбинезонов, вот этих слипов, они очень аккуратны и четко по стопе ребенка. Можно купить и в Праймарке. Тоже нормального качества, неплохого. Праймарк, если кто не знает, это в Англии есть сеть магазинов, которые очень-очень дешево все продают. Нам и взрослая одежда, и детская одежда. И, кстати, вот эти бодики я покупала именно там, и с первым, и вторым ребенком. Тоже, смотрите, великолепное качество. Ни одной нитки. Вот этот бодик вообще еще от моего сына остался. То есть, он его носил 3 месяца, и дочка сейчас 3 месяца носила. Смотрите, ни одной нитки не вылезло, и катушек тоже нет. Это именно боди. То есть, если говорить о слипах, то Праймарк я не беру уже. Ну, если на самый маленький возраст можно. Они вот здесь все хорошо по качеству. Материал такой же хороший, хлопок. Но ножки у них странные. То есть, они то слишком длинные, то вот здесь слишком длинные. Сейчас покажу, на дочке он одет. Мы ей не успели сейчас закупить следующий размер. Она перескочила у нас, и уже на 9 месяцев вот одела. Вот смотрите, как тут ножка. То есть, на Нексте это было бы вот так аккуратно ножка одета. А на Праймарке они вот такие вот болтаются длинные. То же самое, если покупать в бутс часто бывает. Она тут лежит, болтает. Мы после прививок, поэтому у нас легкая температурка. Ей сейчас сделали второй этап прививок, который делают в 12 недель. И поэтому после них чаще всего бывает температура. У сына была высокая, но она нормально себя чувствует. А следующий момент. Смотрите длину тела. То есть, вот на Нексте тоже хорошая длина тела. Потому что на Праймарке иногда и в других марках бывает, что вот сама длинная нога. То есть, если у вас выбор длиннее ножки взять или длиннее туловище, всегда берите длиннее туловище. Лучше будет вот здесь свободнее, это будет комфортнее ребенку, чем вот здесь вот так впритык и длинные вот такие сосиски свисать. По поводу вот этой застежки, как удобнее прямо, либо она бывает вот так наискось. Это не принципиально, это, я думаю, к любому можно приноровиться. То есть, и так, и так мне лично удобно. Теперь идет одежда для красоты, для лета. Оптимальные костюмчики, которые я считаю. Это вот такие полубоди, полупесочник это называется обычно. То есть, тут подлиннее ножки. И он уже как костюмчик. То есть, они как платья. Вот это самая моя любимая вообще одежда, тип одежды для дочки. Ну, у нас в разных расцветочках есть. В основном, кстати, их дарили нам. Потом покажу для фотосессий, что я уже покупала. И какие-то красивые нарядные костюмчики. Вот это идеальный вообще вариант на лето. Кроме этого, можно ничего не одевать. Вот это для девочки вариант. Вот это вариант для мальчика. Кстати, тоже осталось от моего сына. То есть, вот этому костюмчику уже больше 4 лет. И он тоже в идеальном состоянии. Песочник. Потому что, понятно, что вот эти рюши, это девчачий вариант. Это для мальчиков. Тоже дочка носила. И, кстати, тоже идет. Но тут вопрос уже, какую расцветку вы выбираете. Девочкам, конечно, можно одеть все. Мальчикам не все можно одеть. В наборе и с прямой, с кнопочками линии. И вот на бок, на одну ножку. И то, и то, опять-таки, удобно. Вот это из Mother Care. Это вообще первое, что я купила. Кирюша, когда узнала, что я беременна. Это и там вот целая у меня такая серия с жирафиками. Такой вот хороший хлопковый костюмец. Зоя сейчас в нем летом тоже ходила. В ней ходить она, конечно, не умеет. Лежала. Ей тоже нравилось. И мужу ему тоже нравится, как выглядит на ребенке. Шапочки. Какие выборы? Вы видите, что обе шапочки без завязок. Здесь их не найти с завязками. И, в принципе, в Европе, в Америке запрещены эти шапочки с завязками. Потому что это опасно. Конечно, никто не может прийти вам и запретить, если вы ее там привезете из России, ее одеть на своего ребенка. Но подумайте, почему их нигде нет. То есть, лучше там чуть-чуть надует ушко ребенку, чем он может задохнуться. И это перевязка шеи. Это веревочки, которые могут обмотаться. Вы гуляете с коляской, ребенок там лежит. Вы все равно не смотрите каждую секунду внутрь коляски. Поэтому из соображения безопасности шапочки советуются врачами местными всегда без завязок. У меня, конечно, парочка на завязках есть. Но я не помню, чтобы мы их носили зимой. Зимой уже, да. Но зимой лучше тогда шапку не на завязке, а которая такая, как шлем. То есть, в ней дырочка в серединке. И она одевается, как носок на шею в том числе. Вот это вариант безопасный и теплый. Носочки обязательно нужны. Потому что может быть жарко, вы оденете слипик. Но ребенок, когда спит, все равно он не двигается. Ему может быть чуть-чуть зябенько. Вот чтобы не было зябко, вот что-то среднее, это вот эти носочки. В том числе и дома спать. Ритузики. Если более сложный вариант вы ищете, то это вот обычные ритузики с носочками одевать. Ну, потому что понятно, что если вы одели штанишки, значит уже не очень жарко. А с носочками. Ну, у нас носочки всех цветов есть. Я просто какие были, такие нашла. Но если вы хотите сделать удобнее и ребенку, и себе, и не собирать эти носочки каждую минуту, когда ребенок их снимает, царапки отдельные и носочки ребенок, особенно грудной, снимает мгновенно. Поэтому лучше покупать штанишки уже с такими ножками, как на слипике я показывала. У меня они такие, потому что, к сожалению, я здесь не нашла ни одних ритузиков с этими ножками. Вот это тоже Next мой любимый. Ну, вообще детская одежда моя самая любимая из Next'а. Но, повторюсь, вот эти боди из Primark'а советую, потому что они там отличного качества. Точно не хуже, чем в Next'е. Просто качество у них великолепное. И стоят дешевле раза в два, если не в три. Какой совет по штанишкам, кроме того, что желательно их с ножкой покупать, это вот эта ширина. То есть, тот же принцип, что и в слипах. Лучше будет вот эта часть пусть длиннее, а вот эта короче. Чем, наоборот, будут длинные ножки, и оно будет в обтяжку. У меня были ритузики тоже. Сейчас сравню, покажу. Например, вот такие от Hilfiger ритузики. Бывают они еще уже. Здесь еще есть хоть как-то это расстояние. А бывают прям вообще в обтяжку. Они не очень удобные. Смотрите, вот с такой моделью. Потому что вот здесь у ребенка большой подгузник. Подгузник. И если ритузы, вот они прям вот обтягивают все, то они подгузник, вот это все у них впритык. И когда они пописают там, они почти всегда писают. То есть, этот подгузник всегда в какой-то мере наполнен. Вот это все им туда вдавливается. И, конечно же, это неудобно. Ну, вы сами, в чем вам удобнее? В широких штанишках или в облипку? Но вот эти все равно они по ножке сидят аккуратно. Не берите ритузы, которые как для взрослых, а берите вот с такой вот опущенной. Опущенной серединкой. Если говорить о верхней одежде, что я считаю обязательным? Это зависит, конечно же, от времени года. Если вы живете где холодно или рожаете к зиме, то, допустим, хлопковый тонкий комбинезон вам не нужен. Можно сразу купить дутый пуховик. Пуховик любой тип комбинезона советую брать сразу ножками до момента, пока ребенок не ходит. То есть, если ребенок не ходит, то всегда лучше купить с ножками. Здесь не будет дуть ему, потому что любой из комбинезонов вот здесь будет задираться. Будет щель между ножкой. Даже если сапожок одевать, непонятно, зачем ребенку, который не ходит, одевать сапожки. Это все неудобно. Ну, то есть, он лежит все время, либо сидит. И, конечно же, комфортней, когда у него свободные ножки. Так вот, чтобы не дуть, чтобы, главное, маме было легко быстро одеть ребенка и выйти с ним. А не 50 носочков, носочки в штанишки заправлять. Сверху еще комбинезон, сверх комбинезона еще какие-то сапоги, которые он не будет использовать. Зачем-то на них деньги тратить. Одежда, которая удобна и детям, и мамам. Это вот соединенный полностью комбез. Это у меня летние два варианта. Этот вообще, по-моему, на 12 месяцев, 9-12 от сына оставшийся. Точно такой же он хлопковый. И вот здесь тоже хлопковая подкладка. Он такой, довольно-таки толстенький. До 10 градусов тепла. В нем можно ходить совершенно спокойно. Это Джон Льюис. Точно такой же у нас был стеганый в роддом я брала. Серенький. То есть, он был серенький. И вот так вот стеганный крест-накрест, квадратиками. Тоже от братика нам достался. Есть вот такой вариант. Это мне дарила мама. Очень красиво смотрится. Тед Бекер. Но он без ножек. Без ножек, конечно же, сразу неудобно. Курточки только с момента, как ребенок сидит. И я советую брать по длине. То есть, вот эта куртка, она вот здесь у него пояс. Она на пол попы вниз опущена. Это тоже Бекер для мальчиков. У него много разных моделей. Но это, конечно, для детей постарше. Мы такие курточки начали к году покупать. Сейчас скажу. Вот это 9-12 месяцев. Но он уже в 9 стоял. И в 10 он уже пошел в 10 месяцев. Поэтому как раз он уже ходил. Сын мой, когда носил эту куртку. Но мы до сих пор, у нас все куртки от Бекер. У нас бабушка очень любит эту фирму. Поэтому у нас она и внукам, и внучкам такие покупает. Вот эта модель. У нас была еще одна куртка точно такая же, но с большим капюшоном. Она была удобнее, чем вот эта вот стоечка. Стоечка, в принципе, мне кажется, пацанам в таком возрасте не очень удобна. То есть, она вот стоит, и все время он подбородок опускает, она ему давит. А капюшон нужен всегда. Особенно, когда ветровка. А ветровка, она от ветра. Соответственно, капюшон нужен обязательно. Это все отправляется в магазин для благотворительности. А ей я достаю то, что мне привезла мама от Кирана. Мы отвозили вещи какие-то от моей племянницы. Тоже есть вещи вообще новые с бирками. Я сейчас переберу то, что нам подходит, то, что мы будем носить. Я выложу, уберу в ее комод. Что не будет, то отправится сразу тоже на благотворительность. Для фотосессии покупала я на Алиэкспресс вот такие замечательные наборчики. Вязаные. Очень качественно сделана игрушка. Прям офигенно. Буду ее хранить. Шапочка-то уже... Хотя, кстати, шапочка может тоже налезет. Фотографии вставляю. Еще один наборчик. Это был первый, который я купила. Суперское качество. Вот для фотосессии очень советую. Стоит копейки. Буквально копейки. Очень дешево. Вот такой комплектик. Пуговки классные из кокоса. Кстати, не пластиковые, а реально, по-моему, из кокоса. Тут вот такие, как лямочки, застегиваются. Можно крест-накрест, можно прямо, как вам больше нравится. Это мы уже все использовали. Наверное, вот эти вещички я пока сохраню себе на память. Потому что они очень мило выглядят. Ну и в это еще можно нарядить, еще пофотографировать. Что я не советую покупать для маленьких деток. До момента хотя бы сидения. Это вот такие платьица. Опять-таки, только из стирки все. Поэтому еще не успела я погладить. Но просили видео, поэтому записываю как можно быстрее. Да и честно скажу, я детскую одежду не особо-то и глажу. Очень редко. Ну, то есть, если вот как здесь видно, что она мята, я глажу. А если вот как здесь, то этого не видно совершенно. Я уже и не заморачиваюсь, потому что стираю каждый день. Категорически не советую покупать для деток, которые еще не сидят. Как минимум не сидят и не ходят. Почему? Потому что оно красиво, конечно, так выглядит само по себе. Но по факту это вот так вот на ребенке. Здесь голое пузико, ножки, подгуз. Вот это платье все время то на лицо она себе задерет, то еще куда. Вот у нас несколько есть таких. Само по себе на лето для более взрослых девочек суперский тоненький материал. Отличный, качественный тоже все сделан. Это из H&M. У меня такой же розовый с рукавчиками есть. Но пока она лежит, в итоге получается, что вот так вот. Оно всегда скомканное. Она ворочается. И это смотрится некрасиво. И голый ребенок в итоге. Если на замену, то лучше вот такие. Они выглядят как платьица. Но при этом они здесь застегиваются. То есть это та же самая модель, что и вот этот. Я их называю песочником. Я не уверена, что это называется песочником. Но по-моему все, что чуть больше, чем боди и с ножками, это уже песочник. Вот такой мне нравится тоже. Что еще советую для девочек приобрести? Ну и для мальчиков можно вот такие шортики. Если вы хотите, чтобы... Это совершенно к обязательному не относится. То есть к обязательному у нас шапочки, носочки, слипы, боди. Длинный, короткий рукав. Вот это обязательно. Комбинезон, конечно же, на более прохладную погоду. Например, летом я могу одеть вот такой бодик. И сверху, чтобы не торчал некрасивый подгузник, одеть вот такие шортики. То есть это для тех, кто хочет наряжать своего ребенка. У меня ребенок... Мне очень нравится этот процесс. Поэтому я люблю всякую одежду покупать, в том числе и для души. Не только по необходимости. Шортики в разных местах можно купить. Советую брать на побольше возраст, чтобы резинка не давила. Всегда смотрите у всех, чтобы резинка была супер мягкая. То есть вот эти, например, нам уже малы, но резиночка ей все равно животик не давит. Это тоже Next. Это Gap, но можно в разных местах. На Алиэкспресс миллион вот этих шортиков. Я, кстати, сама сейчас буду там заказывать. И сейчас покажу, кстати, с Алиэкспресс любимые наши костюмы. Во-первых, повязка на голову. Супер вообще вещь. Сейчас уже девчачьи будут вещи дальше. Очень удобная вещь. Повязка на голову для красоты, для фотосессий. Очень люблю. Фотографии вставляю. Также для фотосессий и гостей. Уже одевали не раз. Вот такие костюмчики-комбезики. Супер качество. Вот это супер качество с Алиэкспресс. Стоят столько же. И, по-моему, чуть ли не с того же сайта доставляли, как вот эти. Но тут торчат нитки. Тут не торчат. Тут мягчайший вообще хлопок. То есть это муслин. Крашеный муслин, как вот эти пеленочки самые мягкие. А вот это хлопок тоже, но он такой пошершавей. Ребенку и в том, и в том комфортно. Этот лучше чем. Тут есть такая петля сзади. И вот эти лямочки верхние, они сюда просовываются. И вы можете это носить на протяжении долгого срока. То есть нет фиксированного размера. Даже совсем лялечки можно одеть, хотя купили на вырост. А здесь и хуже качество. Но модель, кстати, на ребенке симпатичнее выглядит. То есть если для фотосессий, то и это можно купить. А так по жизни я буду вот эти лучше заказывать. Тут у нас прорези для пуговицы. То есть петли нету. И получается, что вот эта лямка велика. То есть она только по размеру может одеваться. Тут есть, конечно, две прорези. Но все равно меньше возможностей возрастных для одного костюма. И такой же желтенький. Очень они такие приятные к телу. И я довольна. Буду еще заказывать тоже Алиэкспресс. Суперские модели. Вот, в принципе, и все из необходимого. Я не буду тут 50 слипиков, бодиков доставать, одинаковых вам показывать. Я думаю, принцип понятен, по которому я выбирала одежду для ребенка. И сейчас продолжаю выбирать. Оставляйте комментарии внизу, что вам удобнее. Также уверена будет куча комментариев на тему вот этих вот боди с пуговками. Напишите, есть ли такие же, как я, люди, которые против этих пуговок. Вернее, не против, а опытным путем поняли, что это менее удобно. Что гораздо удобнее вот такие. Вот такой вариант бодиков. Еще, что бы я советовала взять, это одну кофточку. Я вот эту купила. Очень мне нравится, как она на ней выглядит. Ей идет. Это такой болотный. Тут как будто серо-черный. А на самом деле это болотный цвет. И точно такую же заказала еще одну. Пуговки классные. И она именно хлопковая. Она тоненькая. То есть летом вы куда-то вышли. Жарко, она одета легко. Вот только накинуть кофточку. И в рюкзаке носить удобно в ней. И в коляске тоже. Потому что ножки все равно. Но одеялко есть всегда в коляске. Но как правило, ручки у ребенка всегда свободны. Они всегда открыты. Поэтому можно накинуть кофточку с собой. Носить летом на всякий случай. Если зимой, еще советую взять вот такие слипики из флиса. То есть вот сверх вот этого одевать еще флисовый, более толстый слипик. И они бывают еще с капюшоном. Но с капюшоном в принципе дома неудобно. То есть ребенок тренируется поворачиваться. Ему неудобно только на улицу. А на улице вы оденете шапочку. А сверху капюшон уже какого-нибудь вот такого комбинезона. Надеюсь вам было интересно и полезно. И кому-то помогло это видео. Ну а на этом я с вами буду прощаться. Желаю всем отличного настроения. До новых встреч. Пока-пока.